салем достар булка штанов миненка штанов reaction канала макош кельди низдер и сегодня у нас будет реакция на единоборство и это скорее всего мма здесь у нас будут бить биться ильяс хамзин против бориса медведева ребята без лишних слов приступаем к просмотру тут написано что ильяс хамзин это россия казахстан а борис медведев это россия скорее всего ильяс хамзин возможно уроженец казахстана наверное как то так ладно давайте до старт кеток в синем углу боец из города санкт-петербург ему 29 лет рост 180 сантиметров без 77 килограммов 350 граммов представляет бойцовский клуб сечпро профессиональный рекорд 10 боев 8 побед и 2 поражения борис бедведи нормально 8 к 2 his opponent in the red corner from ekaterinberg he is 29 years old 119 сантиметров sold and weighing in seventy seven point 30 килограмм his professional record seven bouts six wins and one loss в красном углу боец из города екатеринбург ему 29 лет рост 190 сантиметров вес 77 килограммов 300 граммов представляет бойцовский клуб архангел михаил профессиональный рекорд семь боев шесть побед одно поражение ильяс хамзин чуть-чуть поменьше да рэперы виктор корнеев ну что уральское время 19 45 но есть подозрение что надо сказать что время в майами без 15 10 именно сейчас я думаю что и петр ян и денис лаврентьев два одноклубника ильяса прильнули к экранам и хотят посмотреть на этот бой яс хамзин против бориса медведева не буду лишний лезть и говорить я правда считал что это самый ожидаемый бой вечера для меня вопрос конечно почему он не все главным ну ладно самое главное что мы это увидим когда я схамзин на ваших кранах 6 1 его по рекорду предыдущий бой выиграл в настолько ярком стиле что мозолил мозолила видео из инстаграма мне периодически победу над дмитрием гавриловым ну а про бориса медведева коллега мы с тобой уже посмотрели на лиге а мы ожидаемый бой у меня вопрос конечно почему он не все главным ну ладно самое главное что мы это увидим когда я схамзин на ваших кранах 6 1 его по рекорду предыдущий бой выиграл в настолько ярком стиле что мозолил хамзин мозолила видео из инстаграма мне периодически победу над дмитрием гавриловым ну а про бориса медведева коллега мы с тобой уже посмотрели на лиге open fc перед а когда был поединок остановлен где он проиграл свою в предыдущем бою отличный хайки кстати пробивает ильяс очень напряжено оба бойца бьющие оба очень острые ну и конечно стоит отметить что борис медведев крайне голодный и очень злой рядом после того поражения многие считали что немножко рановато тогда я тебе даже больше скажу что турнир проходил двадцатого февраля уюта попадать вот это турниру и все проходил в феврале до сих пор обсуждать или группа артурда а пока борис медведев предлагает хамзину побороться и проделывает тейкдаун кстати поднима пытается подняться сейчас ильяс и видно насколько буря хорошо восстановился после веса гонки такой достаточно оптимальный у него сейчас вес не будем даже там думать сколько там вес так далее но видно что восстановление прошло хорошо начинает наносить вот эти удары сверху здесь медведев и несмотря на такую мощь ильяса пытается встать но думается мне что борис так поприличнее по весу будет ну да и зал академии единоборства рмк поддерживает ильяса я думаю что и одноклубники в лице петра я на дениса лаврентьева тоже сейчас переживает по ту сторону экрана но в любом случае бой очень интересный медведеву надо закрыть поражение ильясу продолжить ту серию которую он начал победы оба бойца мотивированы до безумия я думаю в данный момент очень настроены смотрите что пытается сделать на прием по моему хочет выйти здесь борис медведев пока у него не особо это получается развернуться сейчас полутайский клинч у нас вот бы стойку бы еще разорвать по сейчас ильясу максимально что медведев держит колени да но сам колени на работе при этом борис это не планирует делать он максимально плотно поддавливает своего соперника к сетке пытается его здесь у сетки контролировать борис представляет команду сеть про из города санкт-петербурга сегодня это бойца пейкдаун до крыла корнилова они стали который досрочно очень ярко одержал сегодня победу снова поднимается или астаком клинче бойцы оказываются у сетки спиной сейчас прижатый я немножко слушать мне кажется этот поединок пока вот именно стойку борис медведев пытается контролировать здесь у сетки ай как хорошо попадает ильяс но теперь нужно еще и попробовать продолжить держать бой в том же темпе колено правая по корпусу бориса а тут какая серия да три удары грязно нанес борис медведь смущенную минуты остается до конца первого раунда времени еще очень много хотя событий прошло уже колоссально и приятный илья скампчин проходил какого команде арлан про причем рассказал что вполне себе комфортно и хорошо провел такой прекрасный хайгик там блок дуны расстреливать с дистанцией он выше илья свыше тропометрия тоже рук и новая борьба интереснее чем у борисов и план видимо есть у бориса медведева перевести пока поединок в парк пытается вторая попытка у него не соглашусь я считаю что просто после такого количества пропущенных ударов немножко спрятаться здесь были немножко отдохнуть был ильяса потому что нет все таки ильяс развивает но тяжело здесь очень много удалось это любита любит меняет стойку ответа кишу прям поколена стопов еще хорошая комбинация видно ильяс прицельно бьет исключительно в коленостоп и начинать прихрамывать борис медведев решить здесь ногу ильяс видать у него это получается пришел в себя собран сосредоточен и сейчас за минуту до конца первого раунда очень собран очень сильно добавил в работе но еще можно добавить просто выживает это рука ребята да ребята ну что скажете это было мощно чисто визуально до медведев вроде бы помощнее ильяса но тут наверно решает техника подготовка конечно это просто сногсшибательное зрелище зал раскачал короче знаешь не давай ему пространство еще выпадает хайкик по голове но там в блок упирается хайкик перерыве просили плотнее плотнее работать больше на средней дистанции мы видим так открылось рассечение вот тут волосяной части головного покрова у бориса медведева классно классный удары локтями классно чувствует дистанцию ильяс хамзин прекрасно понимает что происходит но теперь борис медведев продолжает как бы решать главную задачу потому что потерял он очень много энергии ему придется идти вперед ему нужно что-то предпринимать потому что скорее всего первый раунд и в его пользу мы однозначно продолжают обмениваться первый раунд за ильясом наверное обманная попытка трейкдауна решил проверить на реакцию ильяса прижимает к сетке неприятно но ильяс отсюда свободно уходит три удара но не попадает есть ощущение что кайрат нормально приготовил опять опять линч ильяса несколько недель они тут тренировались красот в одну ногу пытается вот тут сделать борис ну и конечно стоит отметить что кайрат с ильясом тренируются вместе в омске пахоте ильяса можно только позавидовать а вот тут смотрите оказывается за спиной своего соперника борис медведев пытается он заправить мощный борис какой мощный борис акробатического айтюда в прямом смысле охренеть первый раз такое вижу такой точечно сложный боец такое слово точенный даже можно сказать но свадился отсюда борис медведев идет на обострение идет на среднюю какой прекрасный бой мы с вами наблюдаем какое количество разменов у нас и знаешь если бы у нас была графика пропущенных ударов по части тела то это в основном корпус верхняя часть корпуса и голова да 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 ребята сфокусированы а большую часть наверное даже на голове мы видим оба заряжены стоит еще отметить что как борис медведев при полученном уроне еще успевает от защищаться удар в туловище пробивает ильяс тут же попытка удара коленом справа а пока бэкферста не удалось пытается тейкдаун еще он проводит тейкдаун такое ощущение что он реально ждет пока он восстановится чтобы заново провести тейкдаун вверху начинает наносить удары сразу же здесь медведев я думаю что сейчас огромное количество людей смотрят этот бой все прекрасно понимают его значимость у нас две двадцать пять то есть это еще даже блин попадает надо прошла второго раунда но при этом ильясу нужно как-то выходить из этого положения ему нельзя здесь залеживаться кампин как раз таки тот самый человек который мне кажется не так уж любит борьбу надо вставать вставать ильясу надо теперь уже борис почувствовал себя дома начинает он наносить удары при этом мы видим все равно достаточно серьезных не призывает если я не ошибаюсь призывает николай шарипов потому что бы встали бойцы были бы чуть активнее иначе он их поднимет вроде и так активничает ну такие слушай даже хорошего тоннажа удары здесь по канвасу слышно прям как эти удары доносятся слушает свой угол ильяс хамзин при этом ильяс встает находится борис медведев и он старается активно его угловые ему подсказывают наносить больше ударов оказывать активность встали встали и потерял эту позицию призывают его его угловые попытка на уцеление нет 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 уже сил сил категорически мало но при этом остается все еще сверху сейчас борис медведев шикарный бой вот твоя возможность критят секунданты здесь медведеву пытается минута осталась начинает наносить удары и не перестанут скучаться работая николая климента минута остается еще минута как это граунд энд паунд да защищаться ильясу защищаться нужно ильясу да ну нахер все ильяс 47 секунд вставать нужно ильясу вставать скидывать бориса медведева скидывать сейчас ильясу с последних сил ильясу 36 секунд призывает защите смотрит нас на угол не выказывает и на последних секундах второго раунда победа бориса медведева за 30 секунд до конца победу техническим на као там одержал рефери саппликанты споминет 33 секунд раунд 2 вынер бай тикео борис медведев а ребята вот это бой конечно такой достаточно короткий какой-то молниеносный но в то же время нет молниеносный это когда в первом раунде да выносит здесь все таки два полноценных раунда практически посмотрели первый раунд был за ильясом сто процентов второй раунд вроде бы начало тоже такое было бодренькой да от ильяса но дмитрий медведев борис дмитрий медведев да уже оговорочки по фрейду но борис медведев все таки наверное оказался более выносливым в этом бою и забрал победу ребята ну блин вот такие бои смотреть как говорится одно удовольствие просто смотришь и наслаждаешься поединком двух атлетов которые рубятся как говорится не на жизнь а на смерть практически ну так в переносном смысле слова говорю образно конечно же да это было круто до стар рахмет что посмотрели это видео вместе со мной пишите в комментариях ваше мнение что вы думаете по этому поводу подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии всем пока удачи до встречи удачи Продолжение следует...